В окна Волок вернулось электричество, а в Суаярви день без интернета провели на коньках. Новости из районов республики по традиции узнаем из подшивки местных газет. В окна Волоке восстановили электроснабжение. Местные жители оставались без электричества больше 36 часов. В итоге установили новый трансформатор. Администрация Костомукшеского городского округа направила обращение о принятии мер прокурорского реагирования в отношении подрядчика, который обслуживает этот участок. В Сегежском районе в поселке Попов-Порог установили мемориальную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции Дмитрия Можейко. Он поехал на Украину добровольцем. Указом президента России Дмитрий посмертно удостоен ордена мужества. Высокую награду вручили его маме Елене Николаевне и жене Римме. Редакция Медвежегорской газеты «Диалог» обращает внимание правоохранительных органов и родителей на заброшенное строение рядом с бывшим магазином «Фотон». По сугробам к нему протоптана народная тропа. Жители окрестных домов говорят, что по вечерам там собираются компании неблагополучных подростков. Международный день без интернета, который отмечался 29 января, жители и гости Суаярви провели оригинально и с пользой на коньках. Праздник на льду организовала команда Центра добровольчества «Сова». На корте на улице Кайманово участники играли в хоккей, танцевали, играли в снежки, а дети получали жетоны на бесплатный чай с коржиками. Взрослые едва успевали запечатлевать эмоции на камеры мобильных телефонов.